Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Очередная волна сноса самовольно возведенных объектов накрыла побережье. Сегодня под снос пошел ночной клуб «Пират». Докатились. Группа велосипедистов проводит отпуск в многодневном велотуре по Кубани. История по крупицам. Молодежь восстанавливает факты Великой Отечественной войны, записывая воспоминания ветеранов. Самовольно возведенные капитальные и некапитальные строения подлежат сносу. Жесткое требование закона относится ко всем застройщикам в одинаковой мере. Очередные объекты пошли под снос. Ночной клуб «Пират» после нескольких предупреждений снесли сегодня. Сегодня еще на один самострой в Анапе стало меньше. Ночной клуб «Пират», расположившийся в уютном местечке в устье реки Анапки, физически прекратил свое существование. Юридически это случилось несколькими месяцами ранее. В ходе мониторинга управления муниципального контроля в 2013 году было выявлено самовольное занятие муниципальной территории собственником данного строения. Администрация муниципального образования вышла с иском в суд и иск был удовлетворен. Собственник должен был самостоятельно демонтировать данное сооружение. Так как собственник не исполнял решение суда, обязанности по сносу были возложены на администрацию. Собственник не воспользовался правом самостоятельно и аккуратно демонтировать объект. Поэтому администрация и судебные приставы Анапы прибегли к помощи тяжелой техники. На основании искового заявления администрации муниципального образования город-кород Анапы вынесен исполнительный лист, на основании которого возбуждено исполнительное производство. Об обязании у Престижа суслить снос самовольного строения, а именно дискоклуба и летнего кафе двухэтажного на земельном участке. В настоящее время данное решение суда приводится в исполнение. Деревянная конструкция пиратского корабля с помощью экскаватора будет разрушена. Оставшийся строительный мусор вывезен. Так что в скором времени здесь снова можно будет играть в пляжный волейбол на специальной площадке, как это и было до самозахвата части пляжа собственникам дискоклуба «Пират». Такая же участь ожидает все незаконно возведенные строения на самозахваченной муниципальной земле. Подготовка к курортному сезону продолжается. Продолжили работу по очистке морского дна и водолазы муниципальной службы спасения. Ежегодно накануне летнего сезона водолазы Анапской службы спасения обследуют морскую территорию пляжа Анапы. Пять водолазов в течение нескольких часов очищали морское дно Малой бухты от промышленного и бытового мусора. В основном, по словам спасателей, на каменистых пляжах попадается мелкий мусор. На песчаных главная проблема – смотровые вышки, установленные в воде 8-10 лет назад и поваленные штормом. Гости города всегда с интересом наблюдают за процессом ожидания обычных находок. Как показывает практика, интересные вещи в находках не редкость. После каждого шторма вымывает разные предметы. Бывает, штормом приносит предметы. Если ежегодно обследовать, тогда не так много. Но попадаются довольно-таки опасные предметы. И также предметы со времен Великой Отечественной войны. Бывают и авиабомбы, и мины. Любопытных зрителей интересными находками море не порадовало. Спасатели обнаружили на дне автомобильную покрышку и деревянные доски. Подняли на берег. К середине июня большая часть работы по обследованию пляжей будет завершена. Силами службы спасения уже проверено более 30 пляжей. В течение всего курортного сезона водолазы-спасатели будут выезжать на дополнительное обследование по заявкам руководителей здравниц. Возможность задать вопросы анапскому межрайонному прокурору. Беспокоящие жители курорта, читатели и зрители местных СМИ впервые в истории города стало возможным с приходом на эту должность Максима Игоревича Злобина. Причем раз в месяц сам межрайонный прокурор выходит с такой инициативой к журналистам. Темы же для обсуждения предлагали они сами. Это и невыплата заработной платы работникам анапских предприятий, коррупция, мошенничество, земельные махинации и борьба с незаконной миграцией. Первая тема – незаконное строительство в городе-курорте. Этот вопрос волнует всех анапчан, в том числе и журналистов. Одна из главных причин стихийной застройки, по мнению прокурора, в генеральном плане. Документ приняли как можно быстрее, чтобы остановить нарушителей застройки и отстоять зеленые зоны. И не принимать было нельзя. То есть это как бы то зло, на которое я понимаю, почему пошла власть. И здесь нельзя огульно сказать, вот это не принимайте ни в коем случае. Потому что весь этот период непринятия генплана происходили еще более серьезные нарушения и более системные нарушения. Отсюда и застройка пляжей и прибрежных территорий, как например на Утряше, и несоблюдение договорных обязательств застройщиками. Например, детский сад на Анапском шоссе на 160 мест застройщик так и не построил. Хотя землю от администрации для строительства многоквартирных жилых домов получил. Просто граждане обратились с заявлением, где наш детский сад. Мы подняли документы и увидели, что детский сад украден. Так, деликатно если сказать. Просто государственная собственность муниципального образования, которое имеет очень высокую стоимость в этом месте. Просто передали ее. Просто на обещание о том, что мы вам потом построим. И вина тому коррупция, которую прокурор подчеркнул в этот момент, разрушает гражданское общество. Выявляем огромное количество преступлений коррупционной направленности, коррупционных сделок, коррупционных контрактов, обжалуемых в судебном порядке. И принимаем меры к защите прав государства в них. Ну вот последнее наше административное производство связано с «Сити Кристаллом». Все знают такую компанию замечательную. И эта компания привлекает бывших работников администрации. И естественно здесь существует требование закона по уведомлению работодателя. В связи с тем, что фактически инсайдерская информация из администрации перетекает плавно в это замечательное учреждение. Журналисты поинтересовались и ситуацией с невыплатой зарплат работникам птицефабрики поселка Цибанабалка. За 2014 год мы погасили задолженность путем предъявления исков в суд в интересах граждан на сумму 7 миллионов 60 рублей. И с общей задолженности 9 миллионов 544 рубля. К сожалению, за этот период, пока мы взыскивали задолженность предыдущей, накопилась еще задолженность. Она сейчас составляет порядка 6 миллионов рублей. И деятельность с нами ведется направлена на погашение. На особом контроле находятся все исполнительские действия службы судебных приставов, связанные с взысканием заработной платы. Мигранты сейчас арестованы, обнаружены, арестованы земельные участки на сумму, достаточную для удовлетворения требований по оплате труда. Говорили и о незаконной миграции. Выявлены около 40 фактов незаконного привлечения к труду иностранных граждан. Мигранты выдворены с территории России, а организаторы понесли тяжелые финансовые потери в виде штрафов. До 800 тысяч рублей за одного незаконного мигранта. Обсудили вопросы, связанные с торговлей спиртным и табаком вблизи детских учреждений и порядок обращения граждан в прокуратуру. Почти 700 километров под колесами, сотни новых знакомств и новые подробности истории сельских населенных пунктов Кубани. Они могли бы писать краеведческие труды, но изучают край во время отпуска. Группа велосипедистов из Новороссийска побывала и у нас в Анапе. Крымск, Станица Троицкая, Абинск, Славянск-на-Кубани, Темрюк, через порт Кавказ-на-Тамань и через Веселовку в Анапу. Следы покрышек велосипедисты оставили на маршруте в 656 километров. И на колесах следы песка и земли тех поселков и городов Кубани, где побывали. Это вот остатки Бугасской и Витязевской, КОС, так сказать. Вот, все было забито песком. У нас на Таманской прибрежной полосе, вот за мысом Железный Рог, мы попали в дождик, а там как раз грунтовая дорога, которая, ну, осыпающийся такой грунт немножко. И он моментально стал просто глиной, которая забивала вообще все. Цель поездки – провести отпуск максимально эффективно. Сергей Шкуратов, экономист, работает в банке. Во время отпуска исполнил роль краеведа, историка и экскурсовода. Накануне поездки в интернете собрал информацию по всем населенным пунктам маршрута. Если искать историю каких-то небольших станиц и хуторов, то интернет тут, ну, малорезультативен. Мне пришлось посетить библиотеку, взять там несколько книг по, ну, допустим, что-то вроде энциклопедии по кубанской истории, помогали книги по истории Кавказской войны. Во время велопутешествия по Кубани познакомились с проправнуком Степана Чегрина, приручив новую тенденцию мейл-арта. Товарищ хронометрист у нас, так называемый, в походе Сергей собирал очень кропотливо и долго, много лазил в интернете, в библиотеки ходил. Собирал много информации по мелким хуторам каким-то, откуда, вплоть до того, что откуда название пошло. Даже нашел последнего, там, сохранившегося, так сказать, живого человека, потомка, правнука или проправнука, того, в честь кого был назван маленький хутор Чегрина. Мы ему написали, вот отправим фотографии, даже открытку ему из поселка, из хутора Чегрина отправили ему в Апсков, он живет там сейчас. Люди нам написали в интернете из Питера, из Москвы, в Новороссийск нескольким, себе же отправили, в Украину отправили. Просто желающие, ой, я хочу, мне интересно, отправьте. Вот мы рассылали, вот из станицы Анастасиевской, например, двум Анастасиям отправили сразу открыт. Немногие анапчане задумывались, почему курортный поселок назвали Витязева. Эти ребята нашли ответ во время велопутешествия. А вот две косы, Витязевская и Бугасская, гостям из Новороссийска не понравились. Таким серьезным испытанием, наверное, и вообще было преодоление Бугасской и Витязевской косы. Он проваливается в песок, проворачивает педали, становится практически нереально. То есть, если можно какой-то участок проехать, то он не превышает пяти метров. Кстати, возраст активистов самый серьезный – 25 до 43 лет. Походу делают фото, снимают видео, знакомятся с коренными жителями. Десять дней – жизнь на колесах. Готовились к велопоходу полгода. Из снаряжений для транспорта никаких особенностей. Универсальная покрышка – удобное приспособление. Дороги для асфальтовой, такие штуки. Прикрутил рога, так называемые, чтобы было на дальнике удобнее. В рога уперся, принял полулежащее положение, гораздо легче спине. Прикрутил багажник, опять же, багажник так получилось. Взял случайно на прокат у знакомого багажник вообще с раскладного велосипеда, с обычного. Ну, подошел по креплениям немножко, поколдовали с ребятами. Все прикрепили, все посадили. Ну, в общем-то, по сути, наверное, все. И отправились налегке в путешествие по Кубани. Из Анапы отпускники вернутся домой из Новороссийск. Продолжаем выпуск. Живых свидетелей Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше. И лжеисторики все чаще пытаются переврать и перевернуть факты о тех событиях. Чтобы поддержать и увековечить заслуги и подвиги советского народа, уже четвертый год реализуется проект «Наша общая победа». Подробности проекта расскажет Вадим Родин. Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, Российским государственным историко-культурным центром при правительстве Российской Федерации, Российской Академией наук, Российским комитетом ветеранов войны и военной службы и рядом других органов государственной власти и общественных организаций реализуется проект «Наша общая победа». Цель проекта – увековечить воспоминания участников и свидетелей Великой Отечественной войны. На встречах ветеранов со школьниками история не книжная, а живая. Ветераны и труженики тыла рассказывают о тяжелых военных годах, о зверствах фашистов и о том, как важно сохранять мир. Со временем такие встречи ветеранам проводить все сложнее. Возраст, созданный волонтерами-участниками проекта «В сотнях городах России видеоархив», позволит сохранить для истории живые воспоминания представителей уходящего от нас навсегда поколения, их эмоции, чувства, боль, страх, горечь утраты и ни с чем не сравнимую радость от долгожданного слова «Победа», ни с чем не сравнимую гордость за нашу страну. В нашем славном городе-куроте Анапы уже вовсю реализуется всероссийский проект «Наша общая победа». 35 видео, подготовленные нашими активистами анапскими, можно увидеть на сайте 4145.SU. В принципе, и хотелось бы, чтобы в этом проекте всероссийском приняли участие максимальное количество молодежи. Принять участие очень просто. На сайте вы можете, конечно, зайти посмотреть, но для того, чтобы вам стало все понятно и все это было здорово сделано, обращайтесь, пожалуйста, в штаб нашей акции. Штаб находится в микрорайон 12, дом 35, Центр патриотического воспитания молодежи «Радмир». Можно позвонить по телефону 3-66-14. Для того, чтобы внести свой вклад в создание уникального видеоархива, необходимы желания, патриотический настрой, видеокамера и небольшие навыки видеомонтажа. На сайте 4145.SU есть уже готовые бланки анкеты ветеранов и перечень типовых вопросов, рекомендации для интервью. Записав его, остается лишь оцифровать видео и выложить на сайт. Анапских ветеранов на сайте уже более 30. Среди лидеров – москвичи. Записали порядка 500 ветеранов. Всех желающих помочь и поддержать национальный проект ждут координаторы в Центре патриотического воспитания молодежи «Радмир». Это все новости на сегодня. О том, какой будет погода завтра, расскажем прямо сейчас. Партнер прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводскую, 28. Этой весной приходите в апрель. Оптичная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксин-Лад» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. В четверг, 22 мая, в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха днем – 18-20, ночью до плюс 17 градусов выше нуля. Ветер переменный – 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 18 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48 300 и 48 323. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова